Приветствую вас и выход из ситуации, конечно, есть. Задится только всего от того, в какую сторону вы хотите двигаться. Если вы хотите двигаться в сторону налаживания отношений с мужчинами, если вы понимаете, что ваше отношение к интимной жизни является неправильным, неверным, ненормальным, если у вас есть подозрение, именно подозрение, я не буду убеждать вас в том, что это именно так. Если у вас есть подозрение в том, например, что ваша позиция является не совсем верной, если у вас есть подозрение, что вы лишаете себя того, от чего очень много людей получат от удовольствия, то вам тогда стоит обратиться к сексологу или, может быть, и к психологу, заостримой проработать вашу психотравму, которая является вашим отвращением к интимной жизни. Если же никакого такого решения вы не видите для себя, то есть если вы убеждены и настроены на то, чтобы жить без секса, то тогда вам имеет смысл сразу для мужчины ставить такой вот момент, что секса вы не хотите, на это он рассчитывать с вами не может, и, соответственно, вы предлагаете ему как-то компенсировать. То есть либо он ходит налево, да, то есть изменяет вам, реализует, по сути, свои сексуальные желания, при этом заглажается на детей, либо он, собственно, как-то удовлетворяется самостоятельно. И я уверен, что найдутся мужчины, которые примут ваши предложения. Вопрос в том, готовы ли вы на это сами или нет. Дальше, что касается детей. Здесь ситуация такая. Ну, во-первых, важно понять, в каком контексте вы говорите о детях. То есть если вы не хотите детей только в контексте, например, того, что они появляются в результате полового акта, это одно. Тогда вам можно рассмотреть альтернативные способы, как бы, ну, становления родителями. Вот это может быть усыновление удочерения, это могут быть услуги патронажной матери и так далее. То есть тут еще, как говорится, в зависимости от ваших моральных устоев, можно выбрать способ. Если вы не хотите детей в принципе, то это, опять же, ваш выбор. И вам нужно об этом сразу сказать мужчине, вот и все. И я не думаю, что вы будете одиночки. Я не думаю, что вам нужно привыкать к одиночку. Я думаю, что на такой расклад и в такие условия мужчины найдутся. Ну, это будут сторонники, наверное, свободных отношений, без обязательств. Такие же идейные последователи бездетности, то есть отсутствия детей в семье и так далее. Вот и все. Единственное, к чему вам можно будет готовиться, это к тому, что поиски такого мужчины могут быть несколько более долгими, чем, например, в обычных условиях. Но я думаю, оно того стоит. По крайней мере, если вы считаете, что правы, если вы не сомневаетесь в своей позиции, то действовать нужно именно так. А это все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.